Радио Рахим с Василием Лерманченко. Я хочу сказать о вашем взгляде. Вы выглядите очень американцем. Сколько времени вы проводите в США? Я не думаю, что я провожу так много времени в США, но достаточно времени, чтобы выглядеть как американцем. Вы пытаетесь получать американцев, и вы были на тракте, чтобы становиться суперстаром с вашей профессиональной карьерой. Как это для вас сейчас, что вы становитесь профессиональной профессией? Это более сложнее, чем вы думаете, или это простая транссиция? Ты пытаешься сделать себе большую фан-базу в США и стать суперзвездой с аматерами на профессиональном боксе. И теперь, когда ты стал профессионалом, как ты чувствуешь для себя в роли быть профессиональным бойцем? Ну, начнем с того, что я не гонюсь за тем, чтобы создать фанатскую базу. Это для меня не главное. Для меня главное это проводить зрелищные, хорошие, сильные бои с сильными соперниками и войти в историю бокса. Для меня, я не буду работать на фан-базе или стать суперстаром. Для меня, самое главное, это сделать красивые, хорошие борьбы, сделать все, что я могу в профессиональном боксе. Ты знал, что боксинг может быть жирным. Многие люди соберутся, 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 если можно. Как ты тренируешься к этому стилу? И это тактика, которые ты начнешь использовать, чтобы победить? В профессиональном боксе ты заметил, что многие бойцы выступают в грязный стиле проведения боя. Как ты думаешь, ты тоже будешь таким образом пытаться проводить бои или ты будешь оставаться? Я достаточно долго в боксе и кто следит за мной, кто видит мои бои, я никогда не применял грязных приемов и не собираюсь этого делать, потому что считаю, что если ты сильный, нужно выигрывать честно. Я никогда не смогу быть жирным борцом. Всю свою жизнь я был в борцовом стиле, и я думаю, что если вы хотите победить, если вы хотите быть лучшим, то вы должны сделать это правильнее, с вашими способами. Скажите мне, как ты тренируешься к твоему папе. Ты сейчас становишься к своему собственному? Ты делаешь что-то разное в этом тренировке, как профессиональный, с новым уровнем соревнованиями, чем ты делаешь как мастер? Я тренировался со своим отцом, когда ты стал профессионалом, вы как-то подходите с другим подходом к тренировкам по сравнению с аматорскими? Да, да. У нас большие изменения в тренировочном процессе произошли, и я думаю, что отец знает, что он делает. что он делает. Мы делали много изменений и большие изменения в подготовке для профессиональных борьбов. Но мой папа знает, что он делает, так что мы следим. Идеально, что в 2015 году дадут тебе? В следующем году, что ты чувствуешь, которые нужны, чтобы тебя на мапе и быть, где ты хочешь? В 2015 году, что ты думаешь, что у тебя были бы самые лучшие? Какие результаты и бои? В 2015 году, я уже говорил, что я хотел бы провести бой объединительный, объединить титул. И я уже говорил, что в 2015 году один из моих основных целей – уничтожить титул. Василий Лермаченко, это радость. Радио Рахим с Василием Лермаченко.